Озвучено при поддержке бородист.ру Всё для тех, кто с бородой. Материал подготовлен командой в переводе. Я думаю, во всех нас есть упорство. Это способность от Бога, упорство. Ты должен быть упорным. Нужно видеть цель ещё в самом начале пути. Богатство в том, что ты получишь в итоге. Я не назову это судьбой. Я думаю, это самореализация. Наверное, как говорится, я реализую мечту, призвание. Люди это по-разному называют. Но я делаю именно это. Это осуществление и завершение того, что начал. Вау, вот это было мощненько. Это американский барбер. Меня зовут Кайан Даглас. Я провёл свою жизнь, занимаясь искусством красоты и ухода за внешностью. Я поучаствовал в лучшем ТВ-шоу. Выиграл Эмми. Написал книгу. И затем я объехал весь мир. Теперь я отправляюсь в новое путешествие, чтобы исследовать ту часть Америки, которую мы почти потеряли. Привет. Как поживаете, сэр? Наши барбершопы. Вау. И барберов, которые ими управляют. У меня аж мурашки пошли. Божечки. Все мы в поисках чего-либо. Все мы чего-то хотим. Хитрость в том, что будет дальше, когда мы найдём то самое. Я не догоняю, почему Дональд Трамп на втором месте в голосовании. А-а, детка, он на первом. Серьёзно? Серьёзно, детка. У Дональда Трампа есть цель, ведь его план вот так звучит. Я достану Эль-Чапа до того, как он доберётся до меня. Это Тони. Я никогда не зову его Тони. Для меня Тони это вообще Питт. Кстати, меня ещё зовут Питт. А это семья Тони, так же известного как Питт. Кто-то кровная родня. Это моя прелестная дочурка, а это мой сын, Ченс, брат Алексы. Кто-то стал членом семьи со временем. И как меня будете величать красавчиком? Я бы страшилищем назвал, но сейчас твои волосы будут на высоте. Так, помылим, помылим. Это как в церкви. Мы говорим то, что он на уме. Приветики. Привет. Как делишки? Хорошо. Я Кайн. Здрасте. А как тебя зовут? А я Алекс. Алекс, рад знакомству. Тони твой папа? Да. Ясненько. Как дела, мужик? А сам так? Я Кайн, рад встрече. Взаимно, мужик. Взаимно. Тони открыл Человека Чести меньше года назад. Но для него это не барбершоп. Это салон красоты. Здесь ты можешь подстричься, побриться, а потом сходить на массаж. Здесь очень красиво. Так как мы на юге, Тони поведал мне, что первым делом всегда идёт завтрак. Привет. Пожрёмся. Кашка с креветками. Если вы никогда не ели этого на завтрак, считайте, у вас никогда не было завтрака. Я люблю кашку. Я взрослый мужик, и всё равно ем кашку на завтрак и ужин. Постоянно? Ага. Немножко кашки поутру. Это южный стиль. Хороша? Пальчики оближешь. Ммм, верняк. Ты назвал свой шоп Человек Чести. Как ты придумал это название? Я всегда верю в то, что человек, сидящий в этом кресле, в центре внимания. Это может быть бедняк с улицы или олигарх. Проблемы есть у всех. И когда вы один на один, у тебя, как у Барбера, есть обязательства помимо стрижки. Ты становишься психотерапевтом и выслушиваешь их проблемы. Нет чувства лучше, чем когда человек встаёт и улыбается тебе. Название — это дань почёта человеку в кресле. Кто бы ни сидел здесь, он Человек Чести, да? Да, Человек Чести. Ещё с молодой я мечтал открыть свой шоп. Но это заняло у меня 14 лет. Ты говорил об этом. Почему это заняло 14 лет? В 1992-м я ушёл служить на флот, а когда вернулся, пошёл в парикмахерскую школу. У меня была возможность уехать на запад, и я уехал в Сан-Диего. Как и следовало ожидать, я вернулся на восток. И прошли годы, я был в Северной Каролине, в Вашингтоне. На протяжении 14 лет Тони Стрик в пяти разных штатах. Он даже стал риэлтором, чтобы сводить концы с концами. Я стал риэлтором не потому, что я этого хотел. Я понял, что это поможет мне наконец-таки открыть свой шоп. Как и в своей любимой книге «Алхимик», Тони искал своё сокровище везде и всюду. А оказалось, оно было совсем рядом. Вообще, я прибыл сюда в октябре 2009-го, завершить сделку по недвижимости. И тут всплывает вот этот объект. С момента, как я сюда вошёл, я понял, это то самое. Да, вот так всё и произошло. Мне заняло почти два года, чтобы завершить всё, потому что не было кредита или займа. Мне пришлось заморочиться с недвижимости, чтобы начать делать. Ты полностью вложился в это место сам? Да, это был тяжкий труд. И у тебя получилось. О, да. И вот мы здесь. Теперь, когда оно целиком и полностью твоё, что оно для тебя значит? Я чувствую полноту жизни. Чувствую, что достиг цели. Когда ты так долго и упорно работал и достиг своей цели, это много значит. Правда. Это много значит и для моих детей. Возможность наблюдать за этим. Это всегда будет самым важным. Не я, нет. А дети. Я посвятил себя детям и бизнесу. Я считаю, чтобы привить им качество, которое я хочу, мне нужно жить так, как я им об этом говорю. В этом и кроется полнота жизни. Я рада, что была здесь и могла наблюдать, как он упорно работает над тем, что у него сейчас есть. Я знаю, он гордится этим. И я этим горжусь. Так же, как и все его окружающие испытывают гордость за него. И это потрясающе. Мы обретаем семью в людях, с которыми проходим через трудности. Куда бы меня ни занесло, я обретал там своего рода семью. То, что ты видел сегодня, это магия. Именно потому, что мы и все наши ребята, даже тот пацанчик, которого ты видел сегодня... Меня Сэмуэль звать? Когда я вернулся в Южную Каролину, его батя заправлял барбершопом. Ага. Он дал мне шанс. Правда? К сожалению, он ушел из жизни. Я как бы приглядывал за Сэмом, пока он рос и взрослел. После того, как я потерял отца после этой трагедии, дядя Питт был рядом и наставлял меня. Да, так что он собирается стать барбером, и он скоро начнет в качестве подмастерья. О, да? Да. Вау, твой отец гордился бы тобой. Иду по стопам отца, мэн. Становлюсь барбером и, надеюсь, буду так же хорош, как папа и дядя Питт. Я люблю этих ребят, мэн. А каким был твой отец? Когда у тебя батя Барбер, ты привык, что у тебя всегда классная стрижка, но когда я попадал в передряги, он сбривал мне все волосы и прихлопучивал их мне на брови. Да, ну вот он ржет, он знает, о чем я. Он знает, о чем я, да, да. Потом он выглядел, как дурацкий лорекс из мультика. Тебе повезло, что у тебя был такой батька. И сама история мне по нраву. Чтобы быть цирюльником, нужно разучить ремесло, нужно много практики и совершенствования. Но тут ведь есть еще кое-что, помимо самой стрижки. Понимаете, о чем я, да? Ты становишься психологом или священником для чьей-то души в твоем кресле. И это, по-моему, бесценно. Никогда не знаешь, что произойдет в жизни, но одно точно. Мы все покинем этот мир. И единственное, что важно, когда мы покинем этот мир, это то, что мы сделали, пока были здесь. Если мы ничего не сделали, не изменили чью-то жизнь или никого не преобразили, то неважно, сколько материального мы нажили. Ведь когда мы уходим, это все тщетно. Тони говорит, что благословение — это то, что мы отдаем, а не то, что мы получаем. И он получил свое благословение, нашел вклад, а затем стал делиться им. Ты действительно удивительный человек. Спасибо, что поделился с нами своей историей и показал свой мир. Благодарю. Продолжай в том же духе. Удачи тебе. Увидимся в следующий раз. По рукам? По рукам, Кайан. Всем пока! Пока! Пока-пока, Алекс. Береги себя. Озвучено при поддержке бородист.ру Все для тех, кто с бородой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...